Ну а наш следующий материал о педагогах, которые многие годы трудятся на краю земли, в маленьком селе на берегу Белого моря. О тех, кто дарит свою любовь, заботу и, главное, знания подрастающему поколению. Прямо сейчас расскажем об учителях Шоинской школы. Старый добрый колокольчик оповещает шоинских ребят о начале занятий. Сегодня третиклассники пишут диктант. Идеальная дисциплина и заинтересованные лица по-другому здесь и быть не может. Первый учитель детей – специалист с 38-летним стажем. Ольга Маестрович когда-то и сама сидела за партой в этом классе. Она и педагогом решила стать потому, что очень любила свою первую учительницу. Вы знаете, вот сейчас я на работу и иду получать удовольствие. Не ради денег я иду, я это прям лукавить не собираюсь. Я иду работать и общаться с детьми, потому что они мне дают силы, они мне дают радость общения с ними. И я даже очень часто благодарю родителей за то, что они позволяют мне работать с их детьми. А это уже девятиклассники. Начали готовиться к государственной итоговой аттестации. Русскому языку и литературе их учит Анастасия Нечаева. Она приехала в Шойну еще 15 лет назад. Уроженка Нарьинмара она полюбила и село, и местных детей. Да так и осталась здесь. Дети у нас открытые, не злые. И в принципе работать с ними не сложно. Проблем каких-то особых не возникает. Очень легко найти общий язык. Тем более, что живем в маленьком поселке, встречаемся не только на уроках, но и на улице. С кем-то из них мы являемся соседями, с кем-то даже родственниками. Поэтому проблем нет. Сегодня в Шойнской школе трудится 18 педагогов. Руководит образовательным учреждением Татьяна Широкая. Математик с 37-летним стажем в песчаную жемчужину Арктики приехала в 1982-м. После окончания Донецкого государственного университета. Авантюристка по натуре, получив предложение ехать на север, согласилась, не раздумывая. Я поехала в Архангельск, в Облану я получила распределение в округ, в деревню Харуту. А когда я приехала в округ, в Харуту уже специалист уехал к тому времени. Поэтому меня послали в Шойну. Поедете в Шойну, говорят. Я говорю, поеду, мне все равно. Я приехала на север за ощущениями, за приключениями. Тогда молодой педагог не испугалась климатических и бытовых трудностей, с которыми можно столкнуться в сельской глубинке, и так и осталась в Шойне. Начала работать учителем математики, а в 1991 году стала руководителем образовательного учреждения. За долгие годы в Шойнской школе сформировался дружный и высоко квалифицированный коллектив, который по сей день дает знания маленьким жителям села на берегу Белого моря. Они любят свою работу, а главное – детей. И дети отвечают им взаимностью. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», село Шойна, Ненецкий округ.